Мне трудно расценивать все, что происходит как юбилей. Я вообще считаю, что каждый юбилей в чем-то неестественном, в чем-то фальшивом. И мне в этом пространстве ощущать себя достаточно сложно. Я не знаю, чего я достиг. И это сложно сказать. Я могу говорить только о процессе театра, в котором я существую. Об актере, о режиссере, о художнике, о жизни в театре. О тех вещах, которые меня волнуют. Больше всего все годы меня в театре волновала те проблемы. Неестественность и естественность, бескорыстие и какая-то мера рвачества, которое существовало и то, и другое всегда. Мне посчастливилось работать с замечательными актерами этого театра, в которых нет в жизни, в которых бескорыстное служение театра и искусства, независимо от регалий, званий, было главное. И это для меня был тот рамплин и то начало, которое сформировало меня как художника. К сожалению, последующее поколение, в зависимости от условий нашей, в общем, жесткой эпохи, которое формировало неестественность театра, оно не в такой мере обладало этими великими и естественными качествами. Поэтому дальше было труднее. Я очень хочу надеяться, что сегодняшнее время, которое более, ну, я бы сказал, демократично, в которой меньше уровниловки, в котором позволит сформироваться иной уже градации актерской, которая подхватит в полной мере вот то, что я застал в этом театре, в Романово, Попрово, Палатуре, Попалу, Розе, Борусе, Кириле. В той системе, в которой мы прожили жизнь, политика пронизывала каждый институт. И было бы фарисейством говорить, что ее не было. Другое дело, что есть люди, которые работали на дело всегда, а есть люди, которые работали на себя и очень ловко обкладывали свою жизнь в искусстве. Мне, понимаете, очень близко вообще соединение театра и футбола. Вот я думаю, что тренер и футболист, и режиссер, и артисты. И мне очень близки высказывания замечательного нашего тренера Валерия Лобановского, который уже сейчас сказал, что есть люди, которые живут в футболе, а есть люди, которые живут футболом. Так вот я могу сказать, что за всю свою жизнь в театре я видел очень многих людей, которые жили в театре и очень удобно устраивались в нем. А есть люди, которые живут театром. Это разные вещи. И в настоящем искусстве никто ни от кого ничего не требует. Собираются люди, которые договариваются, но которые понимают основы профессии. А основа профессии заключается в том, и в этом отличие театра 20 века от театра 19 века, как и отличие настоящего футбольного клуба сегодняшнего от той манеры игры, которая была раньше, что все играют вместе на команду. что нет премьерства, что для актеров, как и для игроков, главное дело, а не я в этом деле. Это старые, но вечно новые истины, и как всякие простые истины, они труднее всего усваиваются. Поэтому приходится вообще каждому бороться со своим «я», если он идет в коллективное искусство. Ну, у меня в кабинете висит портрет Константин Павловича Хохлова, который определил это, это направление психологического театра. Но это и очень много, и очень мало. Потому что точно так же, как великая на все времена система Станиславского, так сказать, я бы сказал, такими, ну что ли, начетчиками-талмудистами, может, так сказать, доводиться до абсурда, то же самое и в проблеме психологического театра, очень много загадок и тайн театра, которые открываются очень трудно. Мне, например, ближе всего глава из книжки Константина Сергеевича «Моя жизнь в искусстве», которая называется «Открытие давно известных истин». Это великая глава, где он говорит о том, что есть элементарные театральные истины, которые ты знаешь, и тебе кажется, что ты их знаешь хорошо. А потом оказывается, что ты их понимаешь весьма умозрительно. И наступает такой момент, тот щелчок у каждого, он по-своему, когда ты открываешь их уже биологически. Но у одних он возникает, а другие так всю жизнь существуют в неведении счастливым, что они что-то понимают, а на самом деле нет. Мой учитель по актерскому мастерству, замечательный актер БДТ Евгений Алексеевич Левдев говорил о том, что проблему действия актер осваивает всю свою сознательную жизнь. И так и не доходит в ней до конца. Так вот, хорошо, если это актер понимает. Вот тут я опять, тут все же сходится, все вместе. Я учился во Львове на физическом факультете. У нас был такой старый профессор, который преподавал к нам электродинамик, очень трудный предмет. И он говорил такую вещь. Он говорил, хлопчик, когда ты прыгаешь до меня на испыт, расскажешь мне все, что ты не знаешь, я тебе шверку поставлю. Мне интересны артисты, которые прийти, могут рассказать, чего они не знают. Это уже залог того, что они будут стремиться узнать. В профессии, в действиях. А вот те артисты, которые считают, что они все знают, мне не интересны. Вот, например, в этом театре был блистательный артист. Первый артист этого театра, который трагически ушел из него, и я думаю, театр очень потерял, Олег Иванович Борисов. Через два года, помыкавшись, он оказался в театре «Отавстановый». И хотя он был замечательный артист, и здесь был первым актером театра, и воспитывался в МХАТовской школе, он семь лет «Отавстанового» ничего не играл. Представьте себе, семь лет ничего не играл. Он сыграл только один эпизод штурмана Карцева в спектакле «104 страницы про любовь». Потом он был снят с роли Петра в «Мещанах», в которой играл рецептор, потому что ему трудно было войти в стилистику этого театра. И как каждый большой театр существует, в нем есть свой микромир, своя стилистика, свои птичьи термины. Так и поэтому, когда приходят актеры разных школ, то это трудно. Вот я веду такую рубрику, «Театр времен» в газете, и я пишу вот там, противопоставление «Таганки» и «Современника». Я написал статью о том, почему «Современник» сохранился. Мне вчера позвонила Галина Борисовна Волчек сюда, с которой мы достаточно хорошо знакомы. Она говорила о том, что ей кажется, что я верно поднесла какие-то вещи в этой статье. И когда мы заговорили, я бы сказала, «Миша, не наши актеры у нас никогда не приживаются. У нас приживаются только актеры, которые понимают нашу группу крови». Она имела в виду Яковлева, Ниелова, Гафта, которые пришли уже позже в этот театр. Поэтому это трудно. Могу сказать, я не могу сказать, что в Театре Леси Украинки есть единая школа актерская. Я могу сказать, что мы в пути, что мы вырабатываем это. Это очень трудно. Это требует вскакивания, жуткого вскакивания в каждую репетицию на пределе внутренних сил. Это требует соотношения, вот что самое сложное, эмоций и сознательности. Вот то, чем владеют немногие. Но этим надо заниматься, если мы трудимся здесь. Важно действительно понять, куда нам плыть. Важно понять, что поднимать. Вот у меня в кабинете, вон там стоит фотография, на которую я иногда смотрю. Это фотография одного из самых моих любимых спектаклей, которые я смотрел в юности, когда учился в Театральном институте, спектакля «Пять вечеров» моего учителя, где играли Шарко и Капеля. Мне представляется, что дальнейшее развитие сегодня театра, оно заключается в театре актерском, прежде всего. Что изыски, режиссерские, геки и андерграунд, и все прочее, оно уходит. Что зритель требует высоких и великих страстей от актера прямых конфликтов, острейших прямых конфликтов. Прийти к этому сложно. Мы пытаемся к этому прийти. Если будут какие-то предварительные итоги, мы будем рады.